Как улучшить экологическую ситуацию в прифронтовом Донбассе, как использовать неработающие шахты и как помочь родным погибших бойцов АТО. Эти темы обсуждали участники молодежного форума. Какие предложения звучали и чьи признаны лучшими, знают наши корреспонденты. С помощью датчиков, которые находятся внутри этого мишки, будущие медики могут изучать технологию проведения операций. Это один из проектов, придуманных стипендиатами фонда. Есть и другие, не менее интересные. Чтобы стать стипендиатом фонда, точнее двух его образовательных программ, нужно отправить на конкурс свою творческую работу и пройти собеседование. В этом году жюри отобрало более сотни студентов. Большинство будут учиться в отечественных вузах. Девять поедут в Европу. В 2006 году мы начали наши стипендиальные программы образовательные. С тех пор уже более двух с половиной тысяч молодых людей, лучших, стали участниками этих программ, этих проектов. Тут самое главное не финансовая сторона, а то, что вы являетесь такой уже новой комьюнити, вы объединены, вы можете делать различные социальные проекты, но кто-то и политические. Дипломы стипендиатам этого года вручили накануне на молодежном форуме, который проводят в Киеве десятый год подряд. Пригласили и победителей прошлых лет, а еще премьера, экспертов и известных журналистов. Те дали студентам много ценных советов. Не ограничивайтесь реальностью, оставьте реальные задачи для ремесленников. Вы талантливы, и поэтому ставьте перед собой нереальные задачи и дерзайте. Замахнитесь на космос, замахнитесь на реальную переработку, замахнитесь на реальные технологии, замахнитесь на модерное государство. Сегодня стипендиаты и новички разбились на группы и создают социальные проекты для людей, проживающих на прифронтовых территориях. Темы различные, от психологической поддержки до экономического развития региона. Завтра жюри берет три лучшие работы, которые фонд профинансирует. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.